Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада нашей встрече. Тема нашего урока – что нужно для здоровья. Сегодня на уроке вы будете прогнозировать содержание рассказа по иллюстрации. Узнаете о правилах личной гигиены. На предыдущих уроках мы говорили о том, что нужно для здоровья. Это физические упражнения и занятия спортом. Также к здоровью относятся гигиена, правильное питание, соблюдение и чередование труда и отдыха, обязательные прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима дня. Откройте свои рабочие тетради на странице 44. Сядьте ровно и держите тетрадь под наклоном. В первом упражнении запишите минутку чистописания. На первой строчке прописываем имена. Юра, Юля. Имена мы пишем всегда с большой буквы. На второй строчке прописываем предложение. Что полезно для моего здоровья? Не забудьте поставить вопросительный знак в конце. Во втором задании вам нужно будет прочитать зашифрованные слова. Для этого вместо цифр нужно поставить буквы из алфавита и записать их. То есть число 9 обозначает девятую букву. Число 5 обозначает пятую букву. И так далее. Выполните это задание самостоятельно. В упражнении номер 3 закончите предложение. Если я здоров, здорово, то у меня, например, хорошее настроение. Вы можете написать свой вариант или воспользоваться тем, что написала я. Выполним задание номер 4 с опорой на учебник упражнение 1 на странице 130. Подберите подходящие по смыслу слова и запишите их. В данном задании у нас есть пословицы и поговорки. Возможно, многие из вас их знают, поэтому легко смогут их записать. Первая пословица. В здоровом теле здоровый дух. Вторая пословица. Доброе слово лечит, а злое калечит. Поэтому, ребята, старайтесь всегда говорить только хорошие, добрые слова. Заболеть легко, а вылечиться трудно. Заболеть действительно легко. А вот, чтобы вылечиться, нужно идти к врачу и принимать лекарства. Запишите эти пословицы в своей тетради. Давайте прочитаем в упражнении 5 рассказ вместе со мной. Ты видел море? Море огромное. Вода в море синяя. В море живут рыбы, крабы, медузы, опасные акулы и громадные киты. На дне моря лежат красивые раковины. Волны выносят их на берег моря. Высоко в небе над морем плывут облака. Посмотри, на кого они похожи. Давайте придумаем название к этому рассказу. О чём он? Это рассказ о море. Так и назовём его. Море. Это задание выполните в рабочей тетради. Упражнение 5. Самостоятельно выпишите слова в два столбика. В первый столбик записывайте предметы, которые отвечают на вопрос «кто». Во второй столбик предметы, которые отвечают на вопрос «что». Мы с вами говорили на предыдущих уроках, что предметы, отвечающие на вопрос «кто» – это живые предметы. А предметы, которые отвечают на вопрос «кто» – это неживые предметы. Не забывайте про это. Отгадайте загадку. Умывальников начальник и мочалок командир любит чистых и опрятных знаменитый... Правильно, это майдадыр. Ребята, мы поговорим с вами о гигиене. Гигиена – это целая наука о сохранении здоровья. Гигиена имеет множество подразделов. Один из таких разделов – личная гигиена. Сегодня мы познакомимся с произведением о гигиене. Майдадыр. Это произведение написал Корней Иванович Чуковский. Прочитаем отрывок из стихотворения «Майдадыр» на странице 132. Я – великий умывальник, знаменитый майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат. В эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоют, и ногами застучат. И тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал «Караба раз!» И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать. Моем-моем трубочиста. Чисто-чисто, чисто-чисто. Будет-будет трубочист. Чист-чист, чист-чист. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. А не чистым трубочистам. Стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое. И зубной порошок. И густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане. Всегда и везде. Вечная слава воде. Выпишите из стихотворения названия предметов, которые нужны человеку для поддержания личной гигиены. Прочтите стихотворения внимательно еще раз и запишите эти слова в свою тетрадь на странице 47, упражнение 4. Для того, чтобы быть опрятным, мне нужны, во-первых, мыло душистое, во-вторых, полотенце пушистое. В этих словосочетаниях у нас есть жи-ши. Помните правило? Жи-ши пишем через и. В-третьих, зубной порошок. Но мы сейчас с вами пользуемся зубной пастой, а раньше пользовались зубным порошком. В-четвертых, густой гребешок. Это наша расческа. Пятое задание на странице 46 в ваших тетрадях выполните самостоятельно после урока. Я уверена, у вас все получится. Подводим итоги. На уроке вы делили слова-предметы на группы. Живые и неживые предметы. Узнали, что гигиена – это наука о сохранении здоровья. Вспомнили, что нужно, чтобы всегда оставаться здоровым. Ребята, если вам было интересно и вы справились со всеми заданиями, нарисуйте смайлику улыбку. Рядом со смайликом шкала трудностей. Закрасьте в ней соответствующий кружок. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова